Не жалею, что мы с ней расстались. Миларда рассказала об отношениях в Слободу. Украинский композитор и продюсер Константин Миларда решил вспомнить о женщинах своей жизни и как они повлияли на ее дальнейшие исходы. Стоимый мысленный 10-летний суток милиции Вере Брежневой в тенисках интервью и сам. Композитор хоть уже 30 лет занимается музыкой и продюсированием. Сейчас за спиной Миларда много успешных проектов, однако высадой смогла стать и женская группа «Виагра», участницей которого когда-то была украинская девица Светлана Лоботан. Милард не признался, что все дети коллектива для женщин не про женщин. О них проблема, поэтому типажи, которые он подбирал для группы, это те девушки, что соответствуют музыке, которую исполняют. Теперь понятно, что случилось с Лоботой после ухода и группы. Светлана выступала в образе сексуальной депрессии, поэтому и дети у нее такие же были. Недавно и сама отписка признала интервью для репера-бакса в последствии своих ранних стольных работ, например, такой мужчина. Хвала, одумалась и мела ребер-бакса. Рассветлана добавил, что Лоботан выделялась среди других участниц коллектива своей творческой энергией, и поэтому он вынужден был отпустить ее в сольное пламотное. Но ни секунды не жили, что Свету пригласил, ни секунды не жили, что после расстанавливал. Но вовремя ее взял в группу пиатра и вовремя отступил. Все было очень вовремя. А заниматься сольным дневническим проектом у меня тогда не было желания. Мне хватало Валеры и группы Леанда. Я был загружен по горло. Это вам милаться. Позже артист отметил, что задумался профессировать сольную певицу, и что тогда, когда из Диагры решила уйти, мера Брежнева. Оно и неудивительно. В паре долгие годы открывал свой роман. Похоже, милаться просто захотел помочь ему. Сольный проект я взял, почувствовал в нем необходимость, когда Лера Брежнева ушла из группы. В 2008 году мы с ней попробовали, и в 2010 году у нас получилось. Потом я занимался карьерой по имени Гарри. Отметил константин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова